в эфире тайм-клуб и как говорится пришло время откладывали мы это все до 9 августа ну а сегодня у нас 18 октября ну что ж полежали дольше тем будет нагляднее давайте посмотрим осталось ли у нас жидкость и вообще есть ли какие-то следы от жидкости в 1779 с кимой ну давайте начинаем открываем наш пакетик достаем сами часы та самая заветная бумажечка давайте справедливости ради заметим сразу одну очень важную вещь производителем и не заявлено что это часы там дайверские с полноценной какой-то водозащиты здесь по факту защита от брызг но вот такой вот интересный эксперимент мы решили провести секундочку у нас тут нужен перерыв сейчас мы возьмем с вами выкладку пуш открыть их не так просто если не разобрать браслет и так мы обзавелись нужным инструментом для того чтобы укоротить обычно этим инструментом укорачивать браслет такая достаточно удобная штука выжималочка кстати это будет важно тем кто вообще в принципе интересовался как же укоротить обычно это при интернет заказе вы идете в ближайший сервис там вам это быстренько делают рублей за 200 250 может быть где-то 300 спрашивают вставят выжимает шпилечку убирает и и таким образом соответственно убирает лишние звенья так браслет разобрали шпильку вот сюда дабы не потерять здесь у нас установлена обычная крышка хлопушка здесь вот вы можете наблюдать ее застежку убрали крышку давайте посмотрим при первом визуальном осмотре ничего не видать возьмем глазок хитрый ну здесь визуально все сухо понятно дело прошло три месяца конечно будет сухо давайте посмотрим что здесь интересно во первых мы видим маркировку на механизме установлен здесь сейко эпсилон это сейковский кварцевый механизм вполне себе нормальный установлен японский элемент питания sr-626 и опять же сняв вот эту штучку она у нас служит для того чтобы механизм не болтался в корпусе когда часы закрыты мы не наблюдаем следов наличия жидкости понятно что мы сейчас с вами через три месяца смотрим уже далеко не в саму воду а так как у нас не десятилят в ведрах и в кране течет то соответственно от воды на элементах микросхемы на циферблате или где-то должны были остаться такие беленькие следы то есть ну это то что остается у нас от воды в принципе сейчас не был мой затылок снимать сейчас я соединил заводную головку и мы с вами продолжим я забыл куда тыкать ну друзья я не мастер как бы до в часах но для тех кто реально хочет заморочиться и дома попробовать снять обычный механизм здесь написано пуш куда нажимать сами видите пока я изучал я тут уже понатыкал не слабо вот фактически вот здесь вот такая механизм который нужно нажать и заводная головка в принципе легко вылезает раз приближение дабы исключить очень много клиентов спрашивает с таким вопросом это касается сейчас низким и вообще в принципе любых часов вылетела заводная головка сама она не вылетает это происходит под каким-либо усилием вы сами видите да что то не нанесены там насечки различная структурность здесь заточена здесь вот она под прямую вот она представляет собой практически ключ и этот ключ он там вставляется в необходимые пазы и без нажатия на кнопку он не вылезает соответственно если она вылетела вы что-то там повредили вырвали и практически с корнями изредка бывает такое что ключ остается внутри отлетает сама заводная головка то есть вот эту вот часть внешне тогда да тогда там более-менее все сохранилось и можно практически без усилий как это дополнительных работ над механизмом соответственно установить но для чего мы все это делали для того чтобы вынуть циферблат и посмотреть что у нас здесь вот циферблат тут-ту-ту возьмем пленочками то я что-то перчатки даже не взял или в принципе серёг там видно все а а бы как я не знаю как его взять аккуратненько чтобы ничего не повредить все-таки часы хочется собрать хотя бы потом поставить их куда-нибудь аккуратно ну вот со всех боков со всех сторон можно осмотреть воды нет ни под стеклом не здесь так что в принципе ребят это не просто достаточно симпатичные часы за свою цену под вид дайверов ну и если вы их случайно в них искупаетесь ничего страшного не должно произойти но настоятельно не рекомендуем мы в заключении хочу напомнить вы были на канале тайм-клуб это было наше маленькое баловство небольшой эксперимент пишите в комментариях чтобы вам было еще интересно мы и над всякими другими часами можем поглубиться